всем привет у меня тут неожиданность совсем неожиданность уже два дня эти орхидеи в нижнем уровне стеллажа находится без подсветки сгорела лампа сгорела лампа классная я вам могу значит следующее рассказать про эти лампы вот эта лампа полупрофессиональная вот мини фермер вот так она выглядит я где-то ставила вот эти стеклышки которые собирают лучи в пучок а где-то не ставила видите да и это уже вторая лампа за три с половиной года горят горят лампы и постараюсь конечно договориться с менеджерами о том чтобы мне ее сремонтировали отремонтировали это вторая почему полтора года назад точно такая же лампа у меня их было две точно такая же один в один лампа 90 сантиметров 50 ватт видите она идет как характеристика биколор плюс есть здесь смотрите вот видите она вот полосы чуть-чуть вот активированы вот эти вот диодики видите остальное все сгоревшие вот они светятся видно потому что она подключена но не светит эта лампа она еще разбавлена дополнительными светодиодами которые делают свет биколоровский не таким кислотным лампа приятная на видеокамере она смотрится как будто вот такая кислотно-розово-синяя или красно-синяя нет лампа очень приятная не раздражает глаза вот и она под ней под этой лампой вот смотрите это самое круто цветущее место вот на сегодняшний день что-то отцветает что-то держит цветы какое-то бесконечное количество времени это лампа очень мне нравится и как раз вот все характеристики заявлены у этой лампы они мной подтверждаются восхитительное объемное цветение орхидей которые у меня растут именно здесь я вам показываю красавцев давайте вот как бы и расскажу про лампу и расскажу про новые распуски орхидей очень красивые вы видите да что вот это вы видели цветение я вам показывала армян кстати мой отцвел все но красив был конечно цветение в этом но у нас тут новая зацветающая полянка вы сейчас видите какой красивый шедевральный цветонос на моей орхидее pink dream бабочка вот как раз лампа напоследок мне сожгла цветочек вот этой архи вот вот на верхнем уровне цветоноса вот видите температуре хотя она не касалась но все равно лампа она нагревается все-таки мощная очень полупрофессиональные поэтому да когда близко цветочки с ней располагается даже не касаясь все равно есть особенно вот у этой маленькой такой нежной лепестковой истории вот температура немножко подсушила края цветочка но ничего страшного не будем жадными вы сейчас видите восхитительный цветонос вот как раз вот такие цветоносы вот такие разветвленные смотрите сколько там цветочков ожидаются как раз вот такие цветоносы создаются на растение под этой лампой вот что у меня сакура дала классные разветвления на цветоносах вот здесь много вот вот он цветонос можно увидеть что действительно вот он такой богатый на бутоны на цветы очень красивый вот они так и цветут вы же видите да что постоянно вам их цветущими показываю вот как так можно цвести лампа все-таки прекрасно освещает но вот действительно возникают с ней проблемы хорошо что у меня полтора года назад была вторая такая вот полтора проходит все перегорает повесила новую полтора года прошло опять перегорела думали что перегорела перегорел блок питания нет блок рабочий супруг проверил сказал вероятно одно один из светодиодов в цепи когда перегорает то и вся линейка перестает светить ой не знаю если мне ребята ее сремонтируют я буду конечно очень-очень рада придется отправлять но хорошо у меня сейчас вот будут две лампы для отправки хоть как-то оправдать отправку потому что отправка сейчас туда-сюда лампы катать тоже не дешево стоит приходится сейчас все считать давайте я вам все-таки покажу новые роспуски так доцветает я вам показывала шикарный цветонос моей каменной розы вот она доцветает это одно из многочисленных цветений ну считайте март месяц конец марта месяца начала апреля орхидея отцветает но на дальше посмотрите вот я не знаю она вот у меня свисает получается с этого стеллажа листья видите какие раскидистые каменные розы ой если планируете заполучить в коллекцию помните что это монстрицы будут у вас монстрицы расти и цвести постоянно у нее не длительность цветения по нахождению цветочков на цветоносе но орхидея цветет постоянно как бы цветозамещение у нее постоянное происходит только отцвела тут же зацвела в момент еще нахождение цветов на цветоносе может развиваться новый цветонос или пробудиться новая почка это ее история находятся цветочки полтора два месяца на цветоносе у них у кого-то мне писали месяц не больше месяца у меня полтора два месяца чем взрослее растение тем дольше она держит цветы если конечно условия соответствующие тем дольше орхидея держит цветы на цветоносе так сакуры они не собираются отцветать я не пойму это новый что бутон у нее вы слышите вот блин а вот история вот как эта история которую с удовольствием мои сакура для вас рассказывают и показывают история цветения орхидеи сакур бесконечная они не перестают это делать эфиопия моя вот она красавица у ничего себе она там запрятала какой шикарный цветонос посмотрите-ка какую я для вас историю достала я не видела вот смотрите вот эти цветочки вы сейчас видите солнышко немножко через щелочку проникает сюда вот эти цветочки они как бы немножечко немножечко не так контрастно наполнены цветом а вот новая партия цветочков вот на краешке смотрите сколько их ой да их немало раз два три 4 5 6 6 или 7 цветочков новых и вот они более желтенькие более контрастны вот бордовый оттенок и ярко-желтый красивая орхидея у нее очень красивые пышные цветоносики всегда в домашних условиях она цветет восхитительной посмотрите как солнышко играет на лепестках этой орхидеи блескучая-блескучая от красота моя было два цветоноса она одним отцвела вот здесь вот но отцвела почему во первых она его распустила так где он у меня вот во первых она его распустила первым и это была боковая почка на цветоносе вот вот как раз здесь и и укоротила и поэтому она уже его сбросила но как вы видите нельзя быть красивой такой это про нее смотрите как смотрится восхитительная цветонос орхидея эфиопия эфиопия и вот этот пышнючий цветонос я не могу его к сожалению сторонку отвести потому что он у меня зафиксирован крапчиком чтобы как раз вот он не касался вот этой лампы зацепила его за цветонос обрезанной сакурки вот он хорош цветет посмотрите да мутация мутации именно эту орхидейку я купила как сейчас помню на плещеевке новый завоз был наверно года три с половиной назад и с тех пор это орхидей только один раз в домашних условиях цвела будучи еще на адаптации не пересажены цвела она по моему на новом цветоносе или боковая почка нет новый цветонос у нее был домашний и потом после пересадки этой орхидейки она конечно очень долго отращивала в горшочке корневую и когда корневая достигла нужного объема нужного уровня сейчас я вам наверное ее покажу или не покажу нет она спрятана у вон она вот он вот она видите вот ее корневая во какая она здоровенная видите большая крупная орхидейка ну-ка крупная она вверх большая она вот прям елочка елочка елочкой смотрите сколько пар листьев у нее Наверное, больше 10 листьев. Даже какой? Ну, пар 6, наверное. Это 12, наверное, листочков. А может быть, даже и 14. Кстати, она была пересажена в очень красивый горшок, который Танюша разрисовывает. Она мне его презентовала, подарила. И вместе с вами на канале мы её пересадили. О, посмотрите, какая она будет красивая. Каждый раз домашним цветением... Вот это всего лишь за 3,5 года второе домашнее цветение. Она первым цветением меня не вдохновила, потому что всё-таки это не домашняя орхидея. Во время адаптации зацвести, сами понимаете, да? Что многого от орхидеи ждать не стоило. Но при этом я понимала, что мутация повторяется, и орхидея будет в домашнем цветении цвести именно бабочкой. Ну, что, собственно, вы сейчас и видите. Вот такая бабочка у меня распускается. А цветонос какой шедевральный. Бутончиков, я не знаю, может быть, больше 50. Если собрать все боковые росточки на цветоносе, я думаю, что она нас восхитит. Ну, распустится, и я вам её обязательно покажу. На заднем плане... Ой, тоже, как же мне его вам показать? Он тоже зафиксирован. Вот, освободила я его от оков держателя крабчика. Посмотрите. Ой, вы знаете что? Вот вы сейчас видите прекрасный цветок фаленопсиса Беглипа под названием Спарклин Кис. Искрящий поцелуй. Посмотрите, какой он шедевральный. У Вики привозили зимой этот Беглип. И я вам его в обзоре показывала. А теперь посмотрите и сравните цветение оранжерейного Беглипа с домашним цветением. Я вам могу сказать, что даже близко не стоит. Оранжерейное цветение домашнее намного эффектнее, намного красивее. Потому что я люблю отпускать цветоносы крупноцветов в каскады. И получаются очень красивые цветущие букеты, которые вот так вот сниспадают водопадами. Но произошла беда. Опять беда в очередной раз. И опять с этим. Беглипа, девчонки. Посмотрите, вот эта лампа, которая греется, которая мне очень нравится. Не зря у неё вот этот температура отводящий корпус. Потому что алюминий хорошо на себя всё-таки температуру забирает. Но я уехала, когда на отдых в санаторий. Ездили мы. Я же вам рассказывала. Вот, видите. Он отцепился. Я его зафиксировала, уехала со спокойной душой. Думаю, всё, он будет дальше развивать кончик. Нет. Он... Цветонос должен был быть намного объёмнее развит. Намного. Потому что там тенденция была видна. У него очень активный развивался кончик. Он хотел растить, растить его. Но отцепился цветонос, который я зафиксировала. И я приехала, и я смотрю. Сгорел край цветоноса. Сгорело два бутона. И цветонос прекратил своё развитие. И в очередной раз у меня усечённое цветение этого беглипа. Я знаю, на что он способен. Он цветун восхитительный. Цветов у него может быть от 15+. Количеством крупно цвет. Ну, хорош. Рюшистый. Вы посмотрите, какие у него рюшистые края. Вы посмотрите. Безумный. Безумно красивый. Я очень люблю этот беглип. Я с удовольствием жду каждое цветение этого беглипа. Ой, ну, знаете что? Надо, конечно, немножко орхидеи рассредотачивать. Надо немножко их всё-таки в воздух поднимать. У меня опять тут кое-какая планируется перестановка орхидеи. Я вам всё обязательно покажу. Думаю, что вы одобрите моё решение. Всё увидите. Всё посмотрите. Вот сейчас смотрите. Не надо его фиксировать. Этот цветонос. Сейчас он под тяжестью цветов сам прекрасно делает каскад. Ну, и лампа ещё сгорела. Сейчас поеду лампу искать. Хотя бы какую-нибудь временную. А что у нас почка-то? Где разбудилась? А-а-а. Ой, слушайте. Я в обзорах только цветоноса нахожу. Проснулась почка у моего фаленопсиса без имяшки. Красивое цветение этого фаленопсиса. Ой, как же туда залезть-то. Я вот, кстати, его сейчас вверх подняла. Видите? Вот он здоровый стоит. Он посажен в горшок портер. Автополив. Во время активной вегетации, видите, вегетация пошла. Вон новый лист у него идёт. Вон он. И раскукленные корни. Вон они, видите? Очень много корней раскукленных. И, по-моему, у него там в пазухе, вон он, цветоносик, ещё один торчит, новый. Он период, высокий период цветения в этом году пропустил паразит. Я думаю, что такое? Но почему-то у меня не захотел цвести. Всё-таки внизу стоял, ему было темновато. И как только я его подняла наверх, вот подняла на горшок, поставила перевёрнутый. Вон, видите, внизу у него такой красный горшочек, розовый. И всё. И тут же, где-то недели через две, я увидела у него в пазухе цветонос. Думаю, о, вот что тебе всё-таки надо было. Маловато тебе там было в уголке света. Посмотрите, что творят они под этой лампой. Ой, я тут одновременно и нахваливаю лампу, и ругаюсь на то, что она всё-таки вот пятна... Значит так, вы у меня спросите, а сколько эта лампа у вас, Ирина, светит? У меня эта лампа включена, и вообще подсветка для растений, независимо от времени года, независимо. У меня освещаются орхидеи где-то 14-16 часов. Зимой 16 часов, летом 14. Я всегда подсветку им включаю, потому что вот нижний уровень стеллажа, несмотря на то, что окно рядом, но здесь вот стена, видите? И свет, он здесь недостаточно освещается орхидеей даже днём, даже когда солнце. А когда пасмурно, так тем более. Поэтому у меня орхидеи подсвечиваются всегда, и летом, и зимой. Летом 14 часов, зимой у меня подсвечиваются орхидеи 16 часов. Вот. И вот такой бесперебойной работы полтора года по 16 часов каждый день, вот как бы тестируются мои лампы. И вот сгорела паразитка. Это вот, слушайте, если бы я видео не снимала, я бы не увидела, что какие-то диодики светят, а какие-то не светят. А какой не светит? Ну-ка, а какой не светит? Ладно, я потом уже посмотрю, какой диод не светит. Что могло пойти не так? Да вроде все светят. Ой, не знаю я. Я не мастер. Я мастер поворащивания орхидей. Я, ну как мастер, я любитель поворащивания орхидей. Нет, ни в коем случае к мастерам себя не причисляю. Упаси меня, Боже, ставить какие-то акценты. Так, ну что, ну и дальше облако белоснежных красавиц в варианте цветения моих беглипов. Белоснежных, не совсем белоснежных. Вот они такие шапки цветов. Дорастил, смотрите, видите, дорастил цветонос, который я вам показывала, что он его доращивает. И вот сейчас он цветет просто бомбезно, этот красивый мой крупноцветковый беглип. Ладно, не хочу разворачивать, а то еще попереломаю. И незаслуженно спрятан. Ну кто спрятан? Кто? Чего ты спрятался-то от нас, красавец? Смотрите, какой эффектный, какой красивый еще один беглипушка у меня. Но пока не могу его достать оттуда. Буду уже делать перестановку. Я обязательно его достану. Пока ему там было маловато цвета, маловато он бутончиков дал. Вон он, видите. Эту орхидею я совершенно случайно купила года 4 назад по уценке. Я не знала вообще, что из этой орхидеи у меня получится. Какой цветок в итоге восстановится и зацветет. Покупала без корней. И когда он зацвел, я аж ахнула от удовольствия. Боже мой, какую красоту я спасла. Вот, нарастила ей корни с нуля. Листозамещение там полностью произошло у этого беглипушки. Ну, хорош. Похож чем-то на Ангелину, но это не Ангелину. Ангелины длинный хоботок. Длинная губка, тоненькая. А у моего, видите, какая распластанная, раскидистая. Ну, вроде как все орхидеюшки в этом уровне я вам показала. Мультифлорка так вот это и продолжает свести. Красавица моя бесконечная. Вот это вот, видите, аж уже водоросли на цветочке пошли. Насколько долго она держит вот эта бабочка цветы. И тут вот она распустила новый цветоносик. Это боковушечки цветут. А когда у нее начинает свести основной цветонос, о-о-о-о, я вам могу сказать, не менее эффектного цветения, чем вот у этой орхидеи. Можно дождаться и вот от этой. Очень эффектно цветет. Цветоносы у нее, конечно, всегда плотно-плотно покрыты цветочками. Буду я ее пересаживать. Вместе с вами на канале планируется пересадка. Ну все, рассказала, вам показала. Наверное, из сегодняшнего видео можно сделать следующий вывод. При хорошей подсветке, при отличной подсветке, с нужным спектральным расщепленными вот этими необходимыми потоками, можно добиться прекрасного цветения орхидеи без какого-то, знаете, вот просто поглощения и полива орхидеи вот этими удобрениями всякими. Путь просто к быстрому засолению грунтов. Когда вам рассказывают о том, что вот полейте тем, припудрите этим, пропрыскайте этим, девчонки, слушайте, да не делаю я так! Нет у меня каких-то специфических использований тех или иных составов. Там капля того, капля этого, миллилитр того, миллилитр этого. Прекрасное цветение, мощное, объемное ваших орхидей обеспечит, первое, грамотные органические посадки. Кора – это основная часть компонентов в посадке, которые я использую для орхидей. Ну и какие-нибудь еще добавки. Циафлора, иногда триферн, иногда мох. Все мои посадки вы видите. Вот, пожалуйста, вот вам цветение. Не из-за применения каких-либо капелек, а из-за правильных посадок, органических, плюс отличная подсветка. Ну, температурный режим, понятное дело, никто не отменял. Температурный режим, где ночью попрохладнее, а днем достаточно тепло. Вот и все. Я считаю, что это все-таки три основополагающих момента, которые нужно для вас озвучить. Про удобрения нужно не забывать. Но применение удобрений должно быть по месту и по времени. И ни в коем случае не перебирать с удобрениями. Иначе засолите грунты и потеряете корневую систему ваших растений. Вот и все. Поэтому, кто умеет слушать меня внимательно, и самое главное, слышать, тот получает такие же прекрасные результаты в цветении своих растений. Об этом мне девчонки на канале, либо ВКонтакте постоянно пишут. Ирина, вот начинаем делать все, как вы, и получаем шикарное цветение. Ну что, я думаю, что сегодня я вас восхитила своими цветульками, своими орхидеюшками. Я сама балдею от них. Ну что тут скрывать? Эмоции, конечно, зашкаливают. Такая красота нужна самому. Надеюсь, сегодня вам понравилась презентация моих новых распусков. Не понравилось, как и мне, что лампа сгорела. Будем решать этот вопрос. А нам с моей красотой остается вам пожелать всего доброго, здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok